Парусники взяли курс из Сочи на Варну. Удачи в гонке капитанам пожелал президент России. В Сочи может появиться на российских банкнотах курорт на первом месте в голосовании за символы для новых купюр. Краснодарский край должен стать лидером на рынке чайной продукции. Об этом заявил вице-губернатор во время визита в Сочи. На курорте появится свой собственный сочинский международный кинофестиваль. Он откроется в декабре. В Сочи покинула Надежда. А еще мир Крузенштерн и Акела. Парусники с такими названиями вышли из сочинской гавани и взяли курс на болгарскую Варну. Как сочинцы приветствовали на параде моряков? Почему Владимир Путин выбрал для посещения Надежду? И кто стал победителем второго этапа гонки? Расскажет Елена Авсецина. Парад команд начался с южного мола Сочинского морпорта. Колонна возглавляла группа барабанщиц. Каждый экипаж парусников, участников черноморской регаты и больших парусников торжественно и достойно представлял свой экипаж судна. Многие сочинцы не остались в этот день дома, а пришли в субботу поприветствовать тех, кто несколько дней назад прибыл в Сочи из Новороссийска, преодолев более 150 морских миль. Для многих курсантов парусных учебных судов это была первая регата, а значит и первая практика полноценной гонки со сложными переходами в шторм и сильный ветер. В середине июня вышли из Санкт-Петербурга и обогнули Европу. Через Балтийское море вышли в Атлантику и потом зашли через Средиземное море в Черное. По регате видно, что самый быстрый парусник. Первым приходим постоянно в своем классе. Самый быстроходный фрегат планеты «Мир» действительно занял первое место во втором этапе гонки. На этом паруснике в дни бесплатных экскурсий, несмотря на ненастную погоду, больше всего побывало сочинцев. А в порту Приморского города стояло 14 парусников из пяти стран – Румыния, Болгария, Испания, Польша, Россия. Когда приходят исторические парусники, которые по большому счету сегодня олицетворяют любую к морю, любую к романтизму. И когда наши детвора, практически все школьники наши смогли побывать здесь, прикоснуться к этим морским походам – это здорово. Ну и, конечно, это красиво. Самым быстрым в классе Б, С и Д стало небольшое судно «Акела». Вопреки общепринятому мнению, что женщина на борту к беде, девушки и курсантки помогали справляться с трудностями в море наравне с парнями. На маленькой лодке тяжело, все время в воде, все время не спать, все время выполнять определенные виды работ. Никто не отказывается, всегда все работают максимально с задачей. Вот поэтому и выиграли. А на корабле «Надежда» в порт приписке «Владивосток» ежегодно проходит практику более 450 российских курсантов в высших морских учебных заведений. Парусник – как образец военных парусных фрегатов прошлого. Трехмачтовая «Надежда», построенная в 1991 году в Польше, была названа в честь знаменитого парусника, на котором 200 лет назад моряки впервые совершили свое кругосветное путешествие. Капитан парусника уже был отмечен в 2003 году президентом страны за самый дальний переход. И на этот раз, сразу после церемонии награждения участников черноморской регаты, Владимир Путин, пообщавшись с капитанами других судов, поднялся на борт «Надежды», где познакомился с моделями наиболее современных российских судов. Это наш ростморпорт, линейный ряд судов, которые построены только на верфях Российской Федерации. Это ледокол, который сейчас в Черноморде, это Владивосток. Покидая «Надежду», Владимир Путин расписался в книге почетных гостей. Позже капитан судна рассказал нам, что президент поинтересовался, насколько сложно заходить паруснику в порт Сочи. И когда паруса выставлены, когда судно идет под парусами, на самом деле видно не очень хорошо. Конечно, современная техника, радары помогают. Тем не менее, курсанты должны править бедивинт, помощник должен видеть тоже, как работают паруса. Это сложно, об этом спрашивал президент. Капитан пообещал не сдаваться, ведь судно по пути в Сочи, когда шло в лидера, в буквальном смысле слова испытало погоду. Из-за семибального шторма и резкого встречного ветра переломило верхушку мачты. В порту Меретинский пришлось ремонтироваться. Теперь уже гонка продолжается по самому протяженному маршруту Сочи-Варна. До болгарского порта 510 миль, и это около 10 дней незабываемого морского путешествия. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочи может стать символом российских банкнот. Олимпийский курорт вышел в лидеры и занимает первую позицию в финальном голосовании за символы для новых купюр. Поддержать Сочи накануне в своем микроблоге призвал Вениамин Кондратьев. Глава региона написал, что любимый россиянами курорт достоин победы. Мы готовы бороться за победу. Город ее заслуживает. Здесь прошла Олимпиада, а каждый год собирается инвестфорум. Очередной, кстати, уже 29 сентября. А главное, это любимый курорт россиян. Выиграемый. Каждый сможет носить свой Сочи в кармане. Голосуйте. Напомню, инициатором голосования стал Центробанк России. Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей планируют выпустить в обращение уже в 2017 году. В заключительный этап конкурса вышли стадион Фишт и горный комплекс «Роза Хутор». Кандидатуру в Сочи поддерживали министр финансов Антон Силуанов, замправительства Дмитрий Казак и олимпийские чемпионы Елена Веснина, Делина Сотникова, Виктор Ан. Проголосовать за олимпийские объекты можно на сайте твояроссия.рф. Голосование проходит до 7 октября. В этот же день объявят победители, которые будут изображены на новых банкнотах. Ростех будет развивать в Краснодарском крае высокотехнологичное производство. Соглашение о стратегическом партнерстве сегодня подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев и глава госкорпорации Сергей Чемизов. Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов на территории Кубани, а также модернизацию уже существующих предприятий. Чтобы мы делали современную экономику, нужны современные разработки и нужны современные технологии. Сегодня современные технологии мы надеемся, что наш край сможет получить с помощью Ростеха. Поэтому в этом соглашении и предусмотрено, что по определенным отраслям экономики, в том числе и здравоохранения, мы будем пользоваться этими разработками, новыми разработками российских технологий. В плане здравоохранения мы тоже надеемся, что мы получим эти прорывные технологии, которые нам позволят в медицине вовремя диагностировать, выявлять болезни, конечно, вовремя ее лечить. С инновационными разработками в области здравоохранения, которые могут использоваться и на Кубани, Вениамин Кондратьев ознакомился на конференции по развитию биомедицинских технологий. Геленджики и российские компании представили свои последние достижения в этой области. Например, модернизированные экзоскелеты или прибор для автоматического непрямого массажа сердца. Также губернатор вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, посетил презентацию новейшего отечественного 3D-микроскопа МИМ-340. Он позволяет исследовать живую клетку в режиме реального времени. Краснодарский край должен выйти на рынок России лидером чайной продукции. Об этом заявил вице-губернатор во время своего визита в Сочи. Андрей Коробко посетил шесть чайных плантаций, входящих в ассоциацию производителей краснодарского чая, ознакомился с производством и выяснил, с какими проблемами сталкиваются крупные и мелкие хозяйства. Эти темы и стали предметом совещания. Подробности у Татьяны Говорковой. Как возродить былую славу краснодарского чая? Этот вопрос под особым контролем у вице-губернатора по вопросам сельского хозяйства Кубани Андрея Коробко. Казалось бы, чай растет хорошо, плантации есть, но вот со сбытом какие-то проблемы. Цель визита вице-губернатора в Сочи – детально рассмотреть состояние отрасли. Чайная фабрика «Дагамыс-Чай» использует современное оборудование, земля есть, вот только используется лишь четверть плантации. Оказывается, проблема в нехватке кадров. А у мелких предприятий со сборщиками чая и с бытом все хорошо, но нет сырья. Четкий план работы разработан у владельца Мацеснинской чайной фабрики Константина Туршу. Под руководством чаевода выпускается более 120 видов чая. Производство полностью органическое, о чем свидетельствует сертификат качества. Продукция получает награды на международных выставках. Высочайшему качеству продукта не уступает и упаковка. Соответственно, и ценник на такой товар немаленький, а значит, не весь ассортимент представлен на полках магазинов. Для решения проблем отрасли в регионе действует целевая программа по развитию чая. Принятый закон, но он еще дорабатывается. Для повышения качества продукции предполагается внести поправки по классификации чая. В принципе, все пути движения правильные. Условия создаются. Вот в эти условия теперь нам необходимо вдохнуть, как говорится, желание. Вдохнуть некую поддержку, финансовую поддержку, административную, юридическую поддержку. Оже говорили о том. И, конечно же, это в первую очередь желание собственного. Те площади, которые у нас имеются полностью под чайными плантациями, которые обработаны, которые не обработаны, заброшены, как угодно их назвать, они должны быть до 2020 года восстановлены. Это поможет увеличить объемы производства и снизить стоимость продукции. Помимо освоения плантаций, фермеры должны уйти от импортных добавок. Некоторые производители, чтобы снизить цену продукции, смешивают местный чай с дешевым сырьем. В итоге, покупая чай, казалось бы, краснодарского производства, потребители берут половину индийского, китайского или лаоского. Вице-губернатор отметил, если производитель добавляет импортное сырье в готовый продукт, то он уже не может считаться высшей категорией. Эту информацию необходимо доносить до потребителя. А уже покупатель вправе сам сделать выбор – купить чайный напиток или подороже, но настоящий чай. Как подчеркнул Андрей Коробко, все условия для выращивания чая есть, нужно только работать. Вице-губернаторам поставлена серьезная задача перед чаеводами, перед ассоциацией производителей краснодарского чая. Было указано на то, что нужно подготовить планы, до 1 ноября их предоставить. И тогда, после получения всех планов, анализа совместно с институтом садоводства, будут они рассматриваться, и действительно тогда чайная отрасль оживет. Руководство Ассоциации производителей краснодарского чая, в которую входят 6 предприятий, решил объединить усилия. Все чайные компании готовы работать и осваивать плантации, чтобы в итоге краснодарский чай стал лидером на рынке России. В схеме дорожного движения Сочи грядут значительные изменения. Сразу в нескольких районах курорта дорожники приступили к ремонту полотна, мостов и тоннелей, где автовладельцам придется привыкать к новой разметке, как будет организовано движение автобусов и когда работы будут завершены. Наша съемочная группа побывала там, где в ближайшее время транспорту будет проехать непросто. 600 метров эстакады дороги обхода Сочи закрывают на ремонт. Обновление потребовалось не только дорожному полотну, но и подпорной стене. Она в результате будет усилена. Для этого задействуют тяжелую технику и автокраны. Поменяют гидроизоляцию и облицовку. На постене уже пошли трещины. Ремонту подлежит и проезжая часть. Здесь залатают образовавшиеся за несколько лет провалы, поменяют водоотведение. По словам дорожников, этот участок самый сложный из всей дороги обхода Сочи. Ремонт требуется сотням метров, а закрывают почти 4 километра, включая тоннель от Мамайского поста до развязки на Пластунской улице. Обновить полотно невозможно, не перекрыв движение полностью. Если организовать реверс, то реверс будет составлять порядка 20 минут. То есть машины будут стоять в пробке 20 минут. За этот момент накапливается хвост так называемой пробки больше километра. Это в свою очередь ведет к тому, что развязка, которая у нас на Мамайке на дублер, полностью будет перекрыта хвостом этой пробки. Когда начнется ремонт, транспорт будет направляться со стороны Адлера через улицу Транспортную и улицу Пластунскую. Со стороны Сочи по дублеру курортного проспекта и улице Виноградной. А в районе Кудепсты уже приступили к плановым работам. На мосту ведут замену деформационных швов. Сейчас там транспорт движется по части моста, расположенного ближе к поселку. Но рабочие пообещали, на время инвестиционного форума движение по мосту будет открыто полностью. После окончания работ на правом мосту, такая же схема дорожного движения будет предусмотрена и на левом мосту. Работы на мосту в Кудепсте завершатся 20 ноября. А вот окончание работ в Мацестинском тоннеле придется ждать больше года. Ремонт там начался. Пока для этого закрыли половину тоннеля. Ведутся подготовительные работы. А планы тут грандиозные. Поменять не только отделку и дорожное полотно, но и освещение. Когда будет получено согласование, тоннель закроют полностью. Объезд уже подготовлен через муниципальную дорогу к федеральной трассе в район Зеленой Рощи. Несмотря на то, что работы ведутся круглосуточно, завершат их в октябре следующего года. О сокращении сроков речи не идет. Конечно, сделаем все возможное для этого. Но у нас есть технологическая последовательность. Естественно, ее, по идее, нельзя нарушать. И, в принципе, календарным графиком предусмотрено именно октябрь 2017 года. Изменение схемы движения в районе Мацесты скажется и на движении общественного транспорта. Так, 122-й автобус, направляясь в центр Сочи, пока действуют ограничения, не будет заезжать на спутник. Остановку организуют прямо на федеральной трассе. Это касается и маршрута номер 2, следующего из микрорайона Малая Ху. Он будет выезжать и левым поворотом на объездную дорогу, и в районе Фабрициуса возвращаться на курортный проспект. Те пассажиры и граждане, которые хотят ехать на курортный проспект и далее в центр города, будут ездить на двойке. Те, которые захотят ехать вот этот промежуток от спутника до Фабрициуса, они могут выйти на эту же остановку, сесть на любой транспорт, 105-й, 125-й и так далее. И ехать прямо по курортному проспекту. О безопасности прохода пассажиров к временной остановке также позаботятся заранее. Будет нанесена соответствующая разметка, определен выход людей на федеральную трассу. Возможно, дорожное движение будет систематизировано светофором. Сейчас этот вопрос решаются в местно-городское и федеральное управление автомобильных дорог. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Печальная новость. Ушел из жизни Алексей Николаевич Шишков. В начале 2000-х он занимал должность начальника управления ФСБ по городу Сочи. Затем руководил структурой ФСБ Краснодарского края. С 2002 года являлся членом Совета Федерации от Законодательного собрания Краснодарского края. Был членом Комитета по обороне и безопасности. За свою профессиональную деятельность удостоен множеством наград, в том числе знака «Почетный сотрудник госбезопасности», «Почетного знака за службу в разведке», «Орденом за военные заслуги», «Медалями за боевые заслуги» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени». Прощание с Алексеем Шишковым состоится в Краснодаре. Глава Сочи и администрация курорта выражают соболезнования родственникам и близким в связи с невосполнимой утратой. Продолжаем. 28 сентября в Сочи будет производиться проверка системы экстренного оповещения населения по сигналу «Внимание всем!» Будут включены электрические сирены и сиреноречевые установки. Управление гражданской обороны просит сохранять спокойствие. К другим новостям. В Сочи отметили Всемирный день туризма. Накануне праздника специалистов туристической санаторно-курортной отрасли и отельного бизнеса поздравили представителей городского руководства. Поздравляя профессионалов отрасли со Всемирным днем туризма, мэр курорта отметил причастность к этому событию каждого сочинца. Общая работа на одну идею сделать Сочи международной туристической меккой принесла результат. Загрузка здравниц отелей частного сектора превзошла ожидания. «Пляжный сезон 2016 года, рост турпотоков в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил от 15 до 20 процентов. С показателями средней загрузки здравниц 82 процента. А у пик летнего сезона доходило до 99 процентов. В связи с чем, по итогам года мы ожидаем около 6,5 миллионов туристов. Но это не дутые цифры». Во многом туристический поток вырос благодаря календарю событий культурных, спортивных, деловых. Растет и география отдыхающих Сочи. В этом году с туристической целью курорт посетили 22 тысячи человек из 120 стран мира. Значительная часть иностранцев прибыла в качестве участников и зрителей Всемирных хоровых игр. Расширена и география международных авиарейсов. Аэропорт Сочи связан воздушным мостом с Тель-Авивом, Стамбулом, Тегераном, Ташкентом, Ереваном. Ведутся переговоры с представителями авиакомпаний Китая, Грузии, Германии. Растет туристическая привлекательность, растут и доходы курорта. Только за 8 месяцев этого года предприятия Сочи перечислили в краевой бюджет более 2 миллиардов рублей. Это на 20% больше прошлогодних показателей. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю дальнейшего развития и процветания в Сочи. Лучших работников градообразующей отрасли ждали заслуженные награды. Знаки отличия, знаки признания и почета сочинцев за трудовые успехи получили руководители санаториев. Рось, Зеленая Роща, Металлур, комплексом Ацеста, отеля Лазурный. Особые слова благодарности ветеранам санаторно-курортного дела, работникам службы питания, номерного фонда, врачам, бухгалтерам. Гелена Овсецна, телекомпания ФКТ. В декабре на курорте стартует первый сочинский международный кинофестиваль «Сочи Интернешнл Филм Эвордс». Он пройдет в городе с 10 по 16 декабря. Концепцию предстоящего международного фестиваля сегодня представили его президент на пресс-конференции. Инициативу Любови Балаговой провести международный фестиваль в Сочи поддержали в Министерстве культуры страны и в МИДе. Как считает президент фестиваля, этот конкурс будет способствовать интеграции российского кино в ключевую британскую, а также общеевропейскую и далее мировую кинокультуру. Мы создаем мост между Россией и Великобританией. Великобритания является ключевой европейской страной. И я считаю, что Россия и Великобритания являются ключевыми культурными странами мира. Планируется, что в конкурсных показах будут принимать участие полнометражные фильмы. Будет отобрано более 20 картин. Организаторы не исключают, что уже в следующем году в программу могут войти короткометражки или, например, документальные ленты. Отдельная программа предусмотрена и для сочинцев. Идут конкурсные показы, конкурсы фильмов для жителей города Сочи в наших кинотеатрах. Мы хотим, чтобы такой особенный был этот проект и для наших горожан. Фестиваль пройдет с 10 по 16 декабря. Любовь Балагова уверена, что кинофестиваль в Сочи станет значительным вкладом в достижение важной цели восстановления и укрепления культурных и экономических связей между Россией и Великобританией и другими странами Евросоюза. Победителям киносмотра будут вручать статуэтку Ириды – древнегреческой богине, разгоняющей облака и приносящей радугу. В Сочи стартует отбор на командный чемпионат Европы 2017 по настольному теннису. Тренировки к первому матчу сборной России и Болгарии начали с раннего утра на базе Югспорта. Матчи группового квалификационного этапа командного чемпионата Европы пройдут параллельно на двух столах. В стартовых соревнованиях принимают участие как мужские, так и женские национальные сборные. В обеих встречах россияне – фавориты. В новом сезоне после Олимпийских игр, то есть это первый матч, который непосредственно квалификационный и определяющий непосредственно дальнейшую судьбу команды в таблице чемпионата Европы. Настраивать здесь никого не надо. Единственное, могу сказать, что у нас будет участвовать и молодой спортсмен в команде. То есть мы даем шанс проявить себя молодому спортсмену, который будет также играть и на чемпионате Европы, который пройдет непосредственно с 17 по 24 октября в Венгрии. Начинаем сезон. Все это опять снова, впервые и вновь. Решится на этих соревнованиях и спортивная судьба болгарских теннисистов. Правда, как признаются сами спортсмены, на победу они не рассчитывают. Матч для нас будет сложный. Российская команда достаточно сильная. К тому же у них есть преимущество в виде такой спортивной базы, где они могут качественно тренироваться. Мы же пока играем на среднем уровне. Недостаточно хорошо, но и неплохо. Какое место в таблице займут игроки, пока не ясно, но тренеры сборной России ожидают двойную победу. В целом, на групповом этапе команды проведут по четыре матча мужчины с болгарами и испанцами, женщины со сборными Болгарии и Белоруссии. По регламенту квалификационного этапа командного чемпионата Европы все команды должны сыграть друг с другом по две встречи дома и в гостях. Первый матч Россия-Болгария состоится уже 27 сентября. Вход в Федеральный центр спортивной подготовки «Югспорт» свободны. В Сочи выпал первый снег. Его еще очень мало и он есть только на вершинах Псяж. Хоть-то выше 3000 километров над уровнем моря. Для катания такой снег непригоден. Тем не менее, такой вот привет от приближающихся холодов. И завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габиши. О всем самого доброго и до встречи в эфире.